Три показателя здоровья по Караваеву Караваев разработал теоретические основы здоровья человека и нашел всеобщую характеристику, показатель кислотно-щелочного равновесия Но было ясно, что пока не хватает такой важной практической вещи как самостоятельно оценка кислотно-щелочного равновесия Ведь для того, чтобы система оздоровления заработала надо было дать обычному человеку простые и эффективные средства которые позволяли бы самому занимающемуся оценивать состояние своего здоровья Для этого надо было дать простые ясные признаки, указывающие в какую сторону сдвинута кислотно-щелочного равновесия в организме и уже на этой основе принимать движется ли человек, занимающийся самоздоровлением в сторону здоровья или наоборот усугубляет свое состояние Конечно, можно ориентироваться на самочувствие Действительно, самочувствие важный, но слишком субъективный и неточный показатель Помните, я описывал разного рода кризисные состояния, которые сопровождают оздоровительный процесс Так, во время кризиса происходит резкое ухудшение самочувствия, которое можно принять за обострение болезни Однако, это есть выход болезнетворных веществ, ее энергии из организма И после того, как кризис пройдет, наступает стабильное здоровье Вообще, в народе подмечено, болезнь выходит вон из организма человека тем же путем, которым входило в него Итак, чтобы система прижилась и успешно работала, нужны были простые и удобные средства для контроля, регулирования и поддержания в норме кислотно-щелочного равновесия На основе собственной практики Караваев выделил три показателя Первое – цвет склеры глазных белков Второе – цвет конъюнктивы глаза, насыщенной кровеносными сосудами изнаночной стороны нижнего века То есть, отворачиваете века и смотрите Сравнительно открытость для дыхания левого и правого носовых проходов Левый и правый должны дышать более-менее одинаково Можно было бы предложить и четвертый – это цвет языка и налет на нем Это уже, так сказать, я добавляю Итак, цвет склеры глаз по Караваеву является хорошим показателем стабильности общих энергетических процессов в организме А именно, много ее или мало Белый цвет склеры, напоминающий перламутр, указывает на то, что уровень энергии в организме достаточно высок И жизненность протекает на высоком уровне А вот появление в цвете склеры фиолетовых, синих оттенков, ее потемнение Указывает на постепенное падение энергетического потенциала организма и накопление усталости Желтые сна склеры указывают на нарушение работы печени и еще большее снижение энергетики организма Потемневшие склеры глаз указывают на чрезвычайно низкий энергетический уровень организма Покрасневшие склеры глаз указывают на чрезвычайно низкий энергетический уровень организма Можно предположить, что в организме идет большой воспалительный процесс и организм борется с ним В свое время я описывал с позиции аюрведы, то есть науки о жизни Цвет склеры глаз указывал, что он меняется в зависимости от зашлаковки организма теми или иными шлаками Желтый цвет зашлаковка с желчными шлаками и плохая работа печени в целом Потемневшие серого цвета склеры зашлаковка ветреными шлаками Указывающие на запор плохой работы толстого кишечника в целом А также на усталость организма Цвет языка И вот здесь-то определить общую картину зашлаковки организма и место ее локализации помог бы язык Это я уже дополняю Караваева Поэтому я дополню диагностику, чтобы читатель понимал лучше, что происходит с его организмом Белый налет на языке наличие слизистых шлаков И чем налет толще и обширнее, тем сильнее организм зашлакован шлаками слизистой природы Как правило, эти шлаки образуются от излишнего потребления молока и молочных продуктов Крахмалов, мясного, сладкого и жирного Страдают легкие, хотя клейкая белая слизь делает густой и вязкой лимфу И межклеточную жидкость Густой налет на языке творожества типа указывает на поражение организма грибком Кандида Об этом же говорит белый творожественный налет на головке полового члена у мужчин под крайней плотью Белые творожественные выделения излагалища у женщин То есть утром проснулись, глядь, а творожок имеется Вымелись, почистились, а на следующее утро то же самое Это верный указатель на поражение организма грибком Кандида Он может пока никак о себе, так сказать, не проявлять там никакими-то болезненными вещами Но потихонечку он делает свое дело И будем говорить через год, два, три, пять, а то и раньше Может быть очень серьезное заболевание Желтый налет на языке Наличие желчных шлаков Чем их больше, тем хуже работает печень и все обмены веществ, которые в ней совершаются Желчные шлаки образуются от переизбытка в питании жгучих веществ, специй и блюд на их основе А также продуктов, имеющих желтый цвет, а тем более прошедших термическую обработку Даже избыток меда приводит к переизбытку желчных шлаков Первоначально сигнализируя об этом изжогой Лично у меня это так Поджарка помидорная сразу повышает изжогу Кильки в томатном соусе повышали Икра баклажанная повышала Мед, если много, повышала Ничего это не ем Нормально себя чувствую От этого вида шлаков больше всего страдает кров Темный налет на языке, наличие ветреных шлаков Они образуются от сухости и холода в организме В результате чего ухудшается пищеварение Возникает запор, насильственный стул Пересохшая слизистая толстого кишечника не работает И организм пытается выводить стул Всасывая его обратно И кровью доставляя к слизистым Пищеводой ротовой полости Легких отчасти кожи Кстати, покрытый темным налетом язык Весьма дурно пахнет Хуже, чем покрытый белым или желтым При наличии шлаков данного типа Зашлаковывается весь организм Кров, лимфа, соединительная ткань Я думаю, что это очень хорошо дополнить самодиагностику По склере глаз Диагностика по языку указывает на зашлаковку организма И какими именно шлаками И указывает места их более явного скопления Белый, легкий, желтый печень и желчный пузырь Темный, толстый кишечник и кожные покровы А по исчезновению налета на языке Можно судить, как идет расшлаковка И здоровление вашего организма Цвет конъюнктивы глаз и дыхание через нозды Указывая на эти два показателя Караваев связывает их с быстро меняющимися процессами в организме Например, цвет конъюнктивы глаз Быстро в течение нескольких десятков секунд Реагирует на небольшое отклонение Кислотно-щелочного равновесия в крови В кислую или щелочную сторону Так ярко-розовый цвет конъюнктивы Указывает на нормальную пааж крови Потемнение конъюнктивы до темно-розового И алого цвета говорит о повышении щелочности крови Что в большинстве случаев не опасно И само приходит к норме Побеление конъюнктивы глаз до бледно-розового цвета Напоминающий цвет мякоти Недозрелого арбуза Указывает на смещение кислотно-щелочного равновесия В кислую сторону Для здоровья это уже нехорошо И следует немедленно принять меры По нормализации Дополним сведения о диагностике По конъюнктиве из книги японского автора Миккио Куши Как видеть свое здоровье Вот что он пишет Светлый розовый цвет и гладкая поверхность Конъюнктивы указывают на здоровье Нормальное кровообращение Красный цвет и расширенные капилляры Конъюнктивы указывают на высококровенное давление Или на расстройство уделительной системы Вследствие избыточного потребления продуктов инь Особенно жидкости, алкоголя, соков и сахара Он также указывает на воспалительные процессы В кровеносной системе и на нервозность Беловатый цвет конъюнктивы Свидетельствует об анемии Вызваны избыточным потреблением продуктов инь Или продуктами янь Включая соль и жареные и печеные продукты из муки Часто этот цвет указывает на лейкемию Красновато-желтый цвет вызван избыточным потреблением янь-продуктов То есть животной пищи Включая птицу, яйца и молочные продукты А также избытка таких инь-продуктов, как сахар, фрукты и тому подобное Этот цвет указывает на расстройство сердца и кровеносной системы В сочетании с расстройствами печени, селезенки и поджелудочной железы Теперь об открытости для дыхания лево- и право-носовых проходов О важности наблюдения дыхания через ту или иную ноздрю указывали еще йоги Дыхание через правую ноздрю они связывали с солнечным дыханием Которое разогревает организм А через левую с лунным, которое охлаждает Отталкиваясь от вышеизложенного, Караваев предположил, что правая солнечная ноздря связана с симпатической нервной системой Активизирующей, тонизирующей организм А левая лунная ноздря С парасимпатической нервной системой и как бы тормозящей жизнедеятельность организма Сворачивающей его активность Правая ноздря должна включать в организм механизмы биологических процессов, приводящих к выделению тепла Левая ноздря должна включать обратные реакции Которые приводят к поглощению тепла и охлаждению организма Кстати, во время проведения опытов по дыханию были зафиксированы следующие Спокойное дыхание в течение 10 минут правой ноздрой вызывало повышение температуры тела более чем на 1 градус Цельсия А дыхание одной левой ноздрой примерно настолько же ее понижало Исходя из вышеизложенного, были сделаны предположения Что преимущественно открытие правой ноздрей для участия в дыхательном процессе Говорит об опасности перегрева организма А преимущественно дыхание через левый носовой проход может служить сигналом к переохлаждению Для поддержания энергетического равновесия организма Караваев полагал, что обе ноздри должны дышать с одинаковой интенсивностью При этом небольшое преобладание дыхания через правую ноздрю даже хорошо в поддержании активности организма Предложенные Караваевым биологические индикаторы здоровья имеют важное практическое значение Они позволяют любому человеку легко и просто в любой момент времени оценивать свое физиологическое состояние А в случае необходимости принимать целенаправленные меры по его нормализации Что бы я еще дополнил к вышеизложенному? Можно более тщательно отслеживать состояние своего организма и зашлаковку его При этом требуется лишь ваше внимание По моче Цвет и запах мочи могут рассказывать о многом Нормальная моча светло-соломенного цвета Если желтая с резким запахом, много желчных шлаков, указывающих на неполадки с печенью Если светлая без запаха и часто мочеиспускание, организм перехлажден и пересушен Если концентрировано неприятного запаха, возможен воспалительный процесс в организме Если моча пахнет ранее съеденной пищей, например, гречкой Вот у меня такое есть Это говорит о том, что данный продукт плохо переваривается организмом То есть, раз он плохо переваривается организмом, лучше его употреблять как можно меньше Либо совсем отказаться Иначе у вас идет зашлаковка Именно непереваренным вот этим вот продуктом Запах которого вы слышите в моче По стулу В норме стул колбасообразный, консистенция, запах вполне приемлем Если стул твердый, напоминает овечьи орешки Организм пересушен и охлажден Если жидковатый, желтого цвета с резким запахом, много желчных шлаков Проблемы с печенью, желчным пузырем Если не оформленный и вонючий, то в зависимости от вида запаха Дисбактериоз при обладании бактерий соответствующего вида Именно они и создают тот или иной вид запаха А впоследствии эти бактерии или грибки могут образовать в организме опухоль Вот вам и онкология Потуга подвижности В норме тело человека должно оставаться относительно гибким Это говорит о хорошем состоянии соединительной ткани, связок и мышц Однако с возрастом, а то и раньше, особенно по утрам Человек начинает чувствовать тугоподвижность при движении Встал с постели и при ходьбе плохо движутся колени, тазобедренные суставы Словно на ходулях идешь Трудно нагнуться А потом расходишься и все пришло в норму Суставы гнутся Вот это первые признаки зашлаковки соединительной ткани Она теряет не только нужную эластичность, но и свои пропускные свойства От этого нарушается питание мышц Сухожилия могут сохнуть Появляются мышечные и суставные боли Проблемы со спиной и суставами Если ничего не делать, будут очень серьезные проблемы А предупредить их легче, чем лечить По судорогам В норме их не должно быть Но особенно по ночам Начинают появляться судороги Сначала в икроножных мышцах А потом по всему телу Так вот, начало появления и говорит О загрязнении соединительной ткани, расположенной в мышцах Попросту говоря, мышцы от шлаков стали более вязкие И после напряжения не может полноценно расслабиться Более того, она задеревенела и не отпускается, не расслабляется Если ничего не делать, начнет развиваться тугоподвижность Со всеми описанными явлениями Конечно, можно и далее приводить индикаторы Своего состояния здоровья Но это уже иные знания Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк Звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов ПРО Доброго здоровья И до новых встреч До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok